Друзья, всем привет! Отпуск пролетел незаметно и от него остались только воспоминания. И вот этими воспоминаниями я хочу с вами сегодня поделиться. А касаться эти воспоминания будут пляжи Мараси Бич в Бахрейне. Я, как всегда, буду подробен, конкретен и объективен. Я вам расскажу, что и как. А также расскажу, какие услуги вы получаете бесплатно, какие за деньги. Расскажу про цены на активные виды отдыха, цены в пляжных кафешках. А теперь подробно. Массейн. Вот сейчас туда и запутаем. Там самая теплая вода будет. Вот там речка. Это детская площадка. Нормальная площадка, когда будет потеплее. Так что наслаждайтесь, пока это все. А потом приедем и скажем, что мы здесь были. Да, мы были первые. Да. Пока все дешево и сердито. Друзья, пляж Мараси Бич – это один из немногих общественных пляжей Манамы. Тем более, если вы отдыхаете в Бахрейне по пакету от Коралл Тревела, то вероятнее всего загорать и купаться вы будете именно здесь. Сегодня я первый раз оказался на пляже Мараси. Поэтому изучать его мы будем вместе с вами. Для начала скажу, что посещение пляжа для индивидуалов является платным и стоит 2 бахрынских динара. Это примерно равно 350 рублям. Для отдыхающих от Коралл Тревела, в частности проживающих в отелях Арман и Дива, предусмотрен приятный бонус, бесплатный трансфер и бесплатное посещение пляжа. Валер, как водичка? Шикарнейший, да? Ну честно, холодно? В бассейне теплее. В бассейне теплее? Итак, какие радости входят в стоимость входного билета? Это пользование зонтиками, пуфиками, шезлонгами, пользование пляжем, пользование заливом, а также передевалками, прекрасным чистым туалетом, молельной комнатой и душевыми. Скажу честно, сервис отличный. Причем хочу отметить, все ухожено, чисто. Туалеты в прекрасном состоянии, с водопроводом, раком, туалетной бумагой и прочим. Из развлечений, которые входят в стоимость, есть также волейбольная площадка и детская площадка с качелями и различными лазухами. Валера, покажи. А вот указатели, которые нам помогут ориентироваться, куда пойти и чем заняться здесь на пляже. И еще я хотел бы обратить ваше внимание, что вот эти контейнера, каждый имеет свое назначение. Здесь и переодевалки, и туалет, и молельные комнаты, и комнаты для омовения. Розовые для женщин, синие для мужчин. Поэтому, если вы когда-то пойдете переодеваться, обратите внимание на надписи на дверях, чтобы случайно не попасть в неудобное положение и не стать переодеваться в молельной комнате. Друзья, обращу ваше внимание, это мой восьмой ролик по отдыху в Бахрейне. До этого я сказал про общее впечатление о Бахрейне, стоит туда ехать или нет. Выложил обзор отеля Арман, полный обзор до встречательности Бахрейна, рассказал о погоде в Бахрейне, осветил тему алкоголя с его шокирующими ценами, рассказал про фрукты в Бахрейне. Ссылки на эти и другие темы вы найдете под этим видео на ютубе или по хэштегу БахрейнсБМВ в названии этого видео. А далее по теме. По качеству самого пляжа. Песок с ракушками. Не назову его суперчистым и классным, скажем так, на четверочку с минусом. Залив прекрасен. Вода чистая, голубая, без волн, так как бухта практически закрыта. А теперь немного заглянем в будущее. В конечном итоге пляж будет состоять из трех бухт. Первые две уже введены в строй, а третье только в стадии строительства. Бухты огорожены буйками. И если вы любите поплывать подальше, то для вас плохая новость. Здесь этой возможности не будет. Спасатели строго следят за соблюдением границ. Теперь касаемо платной инфраструктуры. На пляже имеется дайвинг-центр с множеством платных услуг. Скутеры, лодки, парашюты, бананы и т.д. Только денежки плати. Вот такие здесь расценки. Для детей имеется надувной островок на воде и надувные горки на суше. Стоимость три бахрынских динара в день. Есть вот такой аттракцион, суть которого встанешь на водные лыжи, цепляешься и вперед прыгать с трамплинов. К сожалению, мы отдыхаем в самом начале сезона, поэтому вода холодная и желающих на водные развлечения нет. Что мы имеем еще? Едальни с фастфудом. Вот такой оригинальный дизайн решения. Раритетные автомобили Citroën 60-70-х годов. А вот по этим ценам здесь вас будут кормить. Есть также стационарные кафешки. Зайдем. Обратите внимание, что вот эти посадочные места со столиками сделаны из обычных бочек. Очень интересное применение. Такое применение обычных лопат. Вот такой ассортимент. Цены вполне приемлемые. Можно перекусить в случае необходимости. Кстати, я с собой на пляж брал фотоаппарат с большим объективом. Но ко мне подошел служащий, попросил его убрать. Мол, фотографировать можно только на смартфоны. Я так думаю, что это сделано для того, чтобы мало ли кто чужих прелестей не нафотографировал в хорошем разрешении. Арабская страна все-таки. Да, еще по этой теме. Когда мы собирались, все думали. Какие купальники брать для женской половины? Слитные или раздельные? Отвечу. Любые. По крайней мере здесь, на Мараси-Бич ограничений нет. Итак, что же в итоге? Да. Друзья, как вам отдых в Бахрейне? Валера? Нормальный. Нормальный. Пляж понравился. Хороший, ухоженный. Единственное, что чувствуешь себя немного настройки. Но это пройдет. Через пару-тройку месяцев пройдет. К лету пройдет уж точно. Одним словом, отличное место для отдыха. Я рекомендую. Пока.